Доброе утро, ребята! Сегодня мы начинаем наше повествование. Всё, словарный запас закончился. Доброе утречко! Мы уже позавтракали, сейчас я буду мыть посудку, готовить супчик. Полине сейчас будет урок онлайн через 5 минут. А я и Саша будет делать тоже свои ухоки вчера, которые мы целый день делали. Но сегодня их будет поменьше, потому что вчера было всё окружающими. И очень много заданий было на компьютере. А сегодня на компьютере там осталось немножечко совсем заданий. Вот. Да, мы уже распечатали ему листочки. А Дэри сегодня боится тричься. Вот запомните её такой мордахой. Вот она какая лохматая, у неё заросли все. Прям подмышки заросли. Моська заросла, уши заросли, когти отросли. Вот. Её надо постричь. В общем, договорились, нас постригут. А единственное, что... А, мы её тут это мыли. И я её пыталась вычесать. Голову вычесала, всё. Помните, у неё было репенье в голове. А вот здесь у неё под лапками прям колтуны. И ей не нравится, когда там чешут. В общем, надо это всё застригать, да? Говорит, всё, хорошего всем дня! У Поля начался видеоурок. Математика. Поля пробовала из телефона, из компьютера. Как-то ей больше всего... Удобнее всего с телефона оказалось. Ручка не пишет. Так что вот, видне-видне-другой. Да. Слышь, что? Это вот учительница там сидит. Справа. И если... Рассказывается. И восьмое. А мы с Сашей сели будем сейчас... Математику он будет делать, и я параллельно попробую суп готовить. У меня есть вот такие вот котлеты из рубленого филе цыпленка. Не уверена насчёт рубленого, не знаю. Ну, в общем, они без панировки, и если их жарить, они получаются очень сухие. Невкусные нам не понравились, поэтому я сейчас их перелеплю. Наверное, сделаю по 4 тевтельки из каждой, и закину в супчик, и будет куриный супчик с тевтельками. Ещё добавила звёзд. Всё, видите, всё всплыли. Какие-то гигантские получились. Делала маленькие, а получились гигантские. Ну ладно, всё, это всё съест. Ура! У нас приехал фастлинг. Это интернет, который мы оплатили ещё 4 марта, сегодня на минуточку 8 апреля. Но с условиями карантина это, в принципе, неплохо. Вот, приехали два мальчика. Сейчас они будут либо кабель новый тянуть, либо переподключат тот кабель, который уже сейчас есть. Не знаю, это как Дима решит. Я их переадресовала к супругу. Пусть он на себя берет эту ответственность. Вот. А фастлинг должен быть гораздо круче, быстрее и не должен косячить. Так что это как раз очень актуально на время карантина. Начала разбирать шкафчики. Хочу вот эти два шкафчика сегодня разобрать. И нашла. Дима мне как-то 100 тысяч лет назад покупал кофе с суперслим для тех, кто худеет. Зелёный кофе с имбирём. Я вообще забыть про него забыла. У него срок годности до конца апреля. Ну, наверное, самое время попробовать. Мне кажется, гадость редкостная. В общем, насыпала. Они там отдельные такие пакетики. Кто пробовал, расскажите. Похудели наверняка. Так что сейчас попробую. Это что такое? Брелок. А, Поля выбирает заказ на сайте Джум. Делать нечего. В перерыве лазит всякие штуки смешные. Смотрит. Говорит, мама, тебе нужен брелок? Я говорю, да, для ключей машинных. Выбирает. Любим. А-а-а. К нам пришла собачка. Стриженная собачка. Вот она какая красивая девочка. Вот она какая. Довольная. Соскучилась по всем. Морис, не дери ковер. Морис. Что за жопка? Делечка. Деля. Кто такая красивая девочка? Вон какая стриженная. Да ты красавица? Красавица. Мы уже забыли, какая-то у нас красивая собака с бантиком. У нас перекус. У меня кофе с сыром и с такой лепешечкой. Лепешка? А дети сделают себе молочный коктейль с ватрушкой. Ох. Сегодня переписка горячая в родительском чате в Вайбере. Кто там как с ума сходит, кто вообще живой, кто пьет валерьянку, кто предлагает сдать детей до конца карантина в школу. Ну, в общем, разные варианты есть. Нам с Сашей осталось делать только задание по литературе в рабочей тетради. Оказалось, что у Саши... Ой, по русскому языку. Оказалось, что у Саши нет тетради по русскому языку рабочей. Но мы не растерялись, скачали с интернета, распечатали. И я верю, мы сейчас все доделаем. Я пока, кстати, параллельно с литературой, пока Саши делал, смонтировала видео. Hello, sister! Вот, вот англичанин у нас завелся в доме. Hello, brother! How are you? What are you doing? Are you happy that you have finished your homework? Oh, yes, baby! Полиша мейк... Полиша из мейкинг. Из мейкинг. Что я запутала? Короче, по-русски говоря, Поля делает глазированные сырочки. Да, не круглые. Не знаю, что из этого получится, но такие какие-то у нее будут сырочки. Покажу вам потом, чтобы получилось. Так, ну мы отправили Светлане Николаевне последнее задание на сегодня. И ждем, что она нам напишет. И если она напишет, что все хорошо, то мы будем счастливы! Саня прошел итоговую самостоятельную работу по гласным и согласным. Сделал правильно 6 из 9. Посмотрел свои ошибки. Все, ну, тяжеловато еще на компьютере пока. Все, новых работ нет, вот столько он здесь всего сделал. В каждой карточке там много заданий, особенно по окружающему миру было много заданий. В общем, мы молодцы. Да, Сань? Сидит, ладошки сложилась, наконец-то можно поиграть. А мы еще танец должны исполнить радости. Будем исполнять танец радости? Попалай! Попалай! Давай пять! Времечек восьмой час. Восьмой час, а мы куда-то намылились, намылились. С Полиной Дмитриевной. Ой, покажи вам солнце. Солнце вам показываю. Красиво же, однако. Красиво. Закат прям. А едем мы. Санек у нас отправился за стенку к соседям, чтобы его с собой не таскать. А мы с Полей едем к Юле на квартиру. И у нее, или Дима там прогнал, у нее есть там запас вещей. Мы хотим подобрать из этих вещей хотя бы парочку образов на завтра и съездить на те карьеры, где мы были недавно красивые. Потому что завтра в теплый день обещают, и хочется его использовать. Не просидеть дома целый день с уроками, а прогуляться. Мы хотим попробовать устроить там завтра фотосессию. Не знаю, что из этого получится, но, по крайней мере, мы делаем все, что можем. Я же тебе говорю, да, к нам в стандартном наборе в твоем. Да. Что-то просто рандомное. Мы высадили Диму на работу, он уничтожит там переговоры, и едем с маминсенькой. Поля ко мне пересела. Вперед. Смотри, у нас, короче, показывай маме, что у нас происходит. У нас то, что у нас есть ммб, папочки. Здесь просто нестыдно, я хочу делать с одним, и там просто все равно никто не видит, кто делает так. А алгебры у нас, допустим, розовые. Так, Поля, я как бы поехала. В общем-то, мы тут уже, Юль, перековыряли весь гардероб. Там вот кусочек покажу маленький. Подобрали кучу образов. Арина и Юлька еще дома подберет немножечко, а мы нахватали вещей, как сороки. Так что завтра будет у нас... Лишь бы погода завтра не подвела. Мотоцикл. Темно, да. Рука молодежь. Стоим на светофоре. Сейчас папочку пойдем забирать. И домой. Ну да, неплохо было бы. Не знаю, просто так. В общем, набрали шматья. Завтра, лишь бы погода не подвела. Безавтра будет у нас фотосейшн. Фокус теряется. Девчонки наоболтают, нахохотаются. Успели. Чего? Завтра мама утром будет испекать шарлотку, укладывать себе волосы, укладывать мне волосы. Что там, белье так гладить? Гладить в одежду, да. Я буду... Это... У меня урок завтра в 10 утра. Поля говорит, мама придумала свой голову. Приключение. Так, ну что, мы дома. Пустила нам отек. Поля достала из холодильника творожные сырки. Сашенька пришел довольный от соседей. Да, Саш? Да? Пришел домой. Довольный пришел от соседей? Да. Ага. Кормит собачку нашу красивую. Вот так. Поля жарит иышинку. И сейчас пойдет мыться, потому что завтра мы должны быть красивые. Потом я пойду поймусь. Так что все, так будем скромненько слушаться.